Дошло-то до такого уровня, что в любой раз, даже калёное железо продевалось. То есть с 50-100 метров у человека выжить не было никакого шанса. Итак, вперёд выходят казаки. Очень многие донские отряды, именно донские казаки перемещались по всей Руси. Именно в силу того, что далеко не всем было наплевать на российское государство, как православные люди, они защищали нашу страну. Обратите внимание на правильное построение шведской пехоты. То есть положение пехоты обеспечивает защищённость строя. Достаточно близко к такому строю не подойти. В длиннокобии примерно 4-5 метров. Соответственно, они защищают. И атаковать такой строй в рукопашном бою достаточно сложно. Хотя возможно это сделать опять же огненным боем. И вот мы сейчас видим, что пушки в очередной раз заряжают. Эти штучки. А вот и в дело вступают шведские мушкетёры. Причём я так смотрю, там даже есть представители Шотландии. Как я уже сказал. Особенно Север-Руссия. Рвали все, кому не лень. Соответственно, если была возможность пограбить или продать своё мастерство за деньги, они, собственно, этим пользуются. Итак, очередной отряд безнравственных наёмников вышел на огневые позиции. Примерная скорострельность из пушки. Обратите внимание, сейчас русские пушкари готовятся к отражению атаки. Примерно 3-4 минуты. То есть скорострельность достаточно серьёзная. Изборство времена осады защищало примерно 300-400 человек. Конечно, это представление. Но если вы представите, что эти пушки стоят на крепостной стене и в башне, конечно, нетрудно будет представить, что шансов у атакующих было немного. А вот сейчас, кстати, бывает и такое. Обратите внимание. Поскольку порох в то время был не очень качественный, вот такая ситуация, как сейчас, бывала сплошь и рядом. Потому что либо порох отсверлили, либо не очень тщательно зарядили пушку, а её заряжали в несколько приёмов. И вот выстрел не удался. И сейчас, кстати, пушку надо будет разрядить. И вот началась атака. Вот то, что я вам говорил. Длинные пики шведских пикинёров мешают подойти близко, поскольку у казаков нет длинно-клинкового оружия, только сабли. Подойти близко они не могут. Вот этот ёж, который ощетинился сейчас в пикине, очень удачно защищается. И казаки, по сути, сделать ничего не могут. Но на помощь идут русские пикинёры, и сражение начинает приобретать совсем другой размах. То есть сейчас уже можно подойти поближе и начать потихонечку кромсать бездравственных наёмников. Что сейчас и происходит? Я взлетел вирус, потому что они начали делать. Что характерно, в то время, как рукопашная схватка вовсю завязалась, пищальники шведские задержались атакой. Но вот и они вот решили показать, что они не зря деньги получали, наёмники получали деньги раз в месяц. А вот городские русские стрельцы деньги получали раз в год. Причём шарования стрельцам русскими могли выплатить как деньгами, как зерном, или, например, тканью. Сукна была достаточно дорого, поэтому иногда плотина не только сукнула, но и, скажем, льдом до маккана. Вот это был выстрел. То есть не зря, не зря они перезарядили. Жаль, как пешкули за сурвара. Это у нас не с остров парка пивка пикаченая? Что, по-моему... А, СЕРЖА! 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 Да, дорогие друзья, чёрный порох это не то, что мы все хотели бы иметь под рукой во время боя. А, СЕРЖА! Сейчас вы видите, как русские войска перемещают так называемый гуляй-город. То есть это, конечно, копия гуляй-города. Он немножко по-другому выглядел, но тем не менее. Вот эти заборы замечательно защищали от атаки. И за нить можно было атаковать и стрелять. Не знаю, какая это стреляет. Но беда в том, что если перезарядить не успевали, дело доходило до рукопашной схватки. И вот тут, как неприскорно признавать, западная европейская пехота показывала себя во всём блеском. Потому что, честно говоря, русские войска в конце смутного времени обучались у шведской пехоты Якова де Лагарди. То есть, современные на тот момент способы боя преподавали русским стрельцам шведские пехотники. Шведы вспомнили о том, что неплохо было бы отработать деньги. А если победить, то возможность будет покритабель. Не будем об этом забывать. И пошли в атаку. Но не на тех напали. Кого они отходят? Надо было гнать до конца. И еще и жнуров заставляют. Итак, друзья, сейчас, надеюсь, шведская пехота покажет нам знаменитое построение против кавалерий, когда пики выстраивались на трех уровнях. Спасибо.